Радио 54 Первый вопрос, почему мы не делаем этого сейчас? Потому что мы планируем на будущий год. Вот от этого все и пляшет. То есть если есть какие-то объективные причины, ну, например, там, не знаю, в новом году я закончу учебу одну, да, и тогда я смогу устроиться на работу. Тогда вполне логично писать там свое письмо Деду Морозу, там, Дедушка Мороз, пришли мне хорошую вакансию в новом году. А если ты работаешь уже 20 лет на одном месте, и тебе там не нравится, и ты по каким-то причинам не увольняешься, то, скорее всего, вот эта вот фантазия, что в следующем году я точно уволюсь, это фантазия. До тех пор, пока ты не проанализируешь, почему ты не делаешь этого именно сейчас, именно сегодня и вот в самое ближайшее время. Ну, почему это все так происходит? У нас есть разные вот такие усвоенные из детства части психики, такие какие-то как, ну, не из области психиатрии внутренние голоса, но у каждого есть какая-то такая внутренняя Марь Ивановна, да, там, или Василий Степанович, который говорит, ах, ты ленивая попа, а ну-ка поднимайся с дивана, ты почему ничего не делаешь? Ну, и вот не таким игривым тоном, как я сейчас, а говорит это строго, больно, иногда... Да, ремень в руках. Иногда нецензурно. Есть такое существо. И есть с другой стороны вот какой-то такой внутренний голос, который говорит, боже мой, вот это вот зима, когда, как долго будет вот вся эта беспросветность со мной происходить, опять вот это вот все, день сурка, работа, дом, работа, дом. И только, может быть, немножко винишка и сладкое пироженка могут скрасить мне вот весь этот тлен. А поскольку внутри же есть еще Марья Ивановна, которая говорит, какое винишко, какое пироженка, то тогда, ну, для того, чтобы получить себе сегодня какое-то послабление, ну, нужно ей дать что-то взамен. И тогда ты пишешь большое письмо. Сегодня винишко. А после Нового года все? А после Нового... Только чаек и зарядка? Да, зарядка 40 минут обязательно лежать на иглах, йога, там, цигун, все что угодно, исключительный ЗОЖ. И там все будет хорошо. Тогда на какое-то время эта внутренняя Марья Ивановна, она замолкает. То есть очень часто вот эти вот новогодние такие обещания, это некий способ взять себе отсрочку какую-то, снизить внутреннее напряжение, снизить этот внутренний конфликт и маленько передохнуть. Точно ощущение дискомфорта своего и вот наша любимая лень, да, это такие сигналы о том, что тебе нужно внимательнее присмотреться к этой цели. Есть ли у тебя на нее реальные ресурсы и совершенно ли точно ты именно этого хочешь. Потому что очень часто вот многие вот эти вот списки, списков, да, которые пишут на Новый год, там всякое такое, что должно. Ну, то есть это часто не является вопросом выбора. Там, я начну делать зарядку каждый день. Следует вопрос, зачем? Ну, а зачем тебе зарядка? Ну, и тут вот важно, какой дальше будет ответ. Если потому что, ну, все делают, там, не знаю, там, все клевые девочки в Инстаграме делают зарядку каждый день, они так пишут. Тогда, скорее всего, это провальный план. Ну, то есть не твоя история. Зачем? Хороший вопрос. Ну, да, зачем? Это вопрос, который стоит себе задавать, когда ты ставишь себе любую цель. Второй вопрос, который стоит себе задать, каким образом я буду этого добиваться? Что, если у меня для этого время, деньги, необходимые ресурсы, кто меня может в этом поддержать? Что, если я этого не достигну? Ну, что я потеряю, что я сделаю? То есть очень хорошо к цели присмотреться и сначала, ну, вот как там, 7 раз отмерь, 1 отрежь, вот 7 раз ее отмерить, любую цель, потому что иначе сейчас будет такое пугание. Что происходит, если ты себе список написал, Новый год наступил, неделя прошла, вторая прошла, ничего не произошло. Большой удар по самооценке. Возникает идея, что я такое ленивое, безвольное существо, которое ничего, собственно, добиться не может. Но это не так. Это просто были не те цели, не в то времени таким образом поставлены. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.